24 июня в Большом зале администрации Смоленской области состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодных региональных смотров конкурсов на лучшее состояние условий охраны труда в организациях, работающих на Смоленщине и название лучшей уполномоченной по охране труда. Обращаясь к руководителям и сотрудникам предприятий, где охрана труда находится на должном высоком уровне, заместитель губернатора Ольга Окунева сказала. Я хочу поблагодарить вас здесь присутствующих, те, кто явился победителем, за то, что вы участвовали в этом конкурсе. Для нас важно, чтобы как можно большее количество предприятий, учтеждений, организаций принимали участие в этом конкурсе, делали свою работу по охране, в этом условии, чтобы открыты, открыты для доступа комиссии, которые вам вырешают. Потому что те, кто не участвует в этом конкурсе, мы можем предполагать, что, наверное, может быть, условия, куда не отвечают требования, что недостаточно степени, приобретают спецотверждающие, и не выполняются какие-то другие требования. Спасибо вам за вашу работу, за вашу открытость, успехов вам в целом. Победители в конкурсе на лучшее состояние условий охраны труда в организациях за 2013 год были награждены в четырех номинациях с численностью работающих до 100 человек, с численностью работающих до 500 человек, с численностью работающих до 1000 человек и с численностью работающих свыше 1000 человек. Радует то, что по итогам 2013 года в областном смотре конкурсе на звание лучшей уполномоченной по охране труда среди победителей признаны и наши десногорцы. Это Ирина Васильевна Горлова, лаборант филиала Открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом Смоленска», атомная станция, заместитель генерального директора, директор филиала Андрей Ювеналевич Петров. Администрация и профсоюзов Смоленской атомной станции уделяет самое преследное внимание вообщем по охране труда. На нашей станции на обзорном уровне организована работа по полномочиям, дарим любви, по охране труда. Администрация профсоюзов Смоленской атомной станции показывает необходимую помощь и поддержку, возложенную на нас обязанности. Настоясь среди работников своих подразделений, мы, полномоченные дарим любви по охране труда, осуществляем постоянный результативный общественный контроль за условиями об охране труда, состоянием условий и образа труда на рабочих местах, а также контроль за выполнением работниками и их обязанностей в этой области. Я вражаю благодарность администрации Смоленской области за высокую оценку моей работы в качестве полномочного по охране труда. Буду в принципе стараться соответствовать созданию на своем предприятии здоровых и безопасных условий, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. Лидия Петровна Иванькина, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Мишутка», руководитель Александра Ивановна Батурина. За значительный вклад в улучшение условий охраны труда, высокие показатели, достигнутые в областном смотре конкурсе среди организаций области, благодарственными письмами губернатора Смоленской области были награждены представители Десногорских предприятий. Открытое акционерное общество «Атомтранс», руководитель Михаил Васильевич Лосенко. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис», руководитель Наталья Юрьевна Жбанкина. И филиал открытого акционерного общества «Концерн «Росэнергоатом», «Смоленская атомная станция», руководитель Андрей Ювинович Петров. Приятно осознавать, что на уровне области «Смоленская АЭС» получила высокую оценку той работы, которую она выполняет. Это является лишним подтверждением того, что вопросы безопасности на Смоленской АЭС являются безусловным приоритетом как в технологической части работы оборудования, так и в обеспечении безопасности труда работников. За большой личный вклад в развитие и соблюдение условий охраны труда благодарственным письмом губернатора Смоленской области была отмечена уполномоченная по охране труда общество с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис» Людмила Николаевна Борисенко. Также в этот день представителю ООО «Смоленская АЭС-сервис» был вручен сертификат доверия работодателю. Мы поздравляем победителей и желаем их дальнейших успехов по улучшению безопасности на рабочих местах. Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, прошли в Десногорске 28 июня. На городской эстраде самых активных представителей молодежи чествовал Вячеслав Владимирович Сидунков. Это был его дебют в качестве главы администрации. В городе я не новичок, город я наш прекрасно знаю. И, конечно же, я знаю нашу городскую молодежь, которая всегда была с активной жизненной позиции, буквально насыщенной энтузиазмом, сколько добрых дел, сколько акций уже было проведено этим молодежью нашей Десногорской. Я думаю, еще больше нам предстоит впереди. Кого можно отнести к молодежи? До всех нас. И школьников, и студентов, и молодых работников, которые закончили свое обучение. Да и наш город тоже можно считать молодежью по меркам городов. Ему всего лишь 40 лет исполняется. И, конечно же, сегодняшний праздник – День молодежи. Это день всех нас, День нашего города молодого. С праздником! Благодарственными письмами главы администрации муниципального образования город Десногорск за активную жизненную позицию, участие в реализации государственной молодежной политики на территории нашего города и в связи со Всероссийским Днем молодежи награждены Татьяна Бердянова – председатель молодежного совета филиала ОАО «Электроцентромонтаж». Елена Леднева – председатель молодежного совета «Медсанчасти-135». Вячеслав Иванов – председатель совета молодых специалистов ОАО «Атомтехэнерго» Смоленского филиала «Смоленска-Атомтехэнерго». Александр Шерстнев – председатель молодежного парламента Десногорска. Юлия Кожар – директор муниципального бюджетного учреждения «Городской центр поддержки молодежных и детских общественных объединений». Александра Сливина – заместитель директора «Городского центра поддержки молодежных и детских общественных объединений». Анна Надеина – методист «Городского центра поддержки молодежных и детских общественных объединений». И Степан Ершов – член организации «Молодых атомщиков Смоленской АЭС». Грамотами Комитета по культуре и молодежной политике за активную жизненную позицию, участие в реализации государственной молодежной политики на территории нашего города и в связи со Всероссийским днём молодежи награждены Евгений Блохин, заместитель начальника участка наладки вентиляции ОАО «Атомтехэнерго», Смоленского филиала «Смоленск Атомтехэнерго», Ольга Злочевская, методист городского центра «Досуга», Юлия Иванцова, член Молодежного совета медсанчасти 135, Юлия Леонтьева, экономист смоленского филиала ОАО «Атомтехэнерго», Смоленск Атомтехэнерго, Антон Шестериков, ведущий инженер смоленского управления филиала ОАО «Электроцентромонтаж», Евгения Черных, участница группы «Рикошет» городского центра «Досуга» и Денис Куралесов, член организации молодых атомщиков Смоленской АЭС. От всей души я сегодня хочу поздравить юность и молодость Кесногорска. Молодость ведь это такая пора, когда кажется, что весь мир находится у твоих ног. И хочется сделать этот мир лучше, ярче и интереснее. Поэтому нашим молодым я желаю, чтобы их жизненный путь был широким, чтобы в нем хватило места для всех, чтобы ваши перспективы были радужными и интересными. Я желаю вам много ярких встреч, много блестящих побед, чтобы ваши цели были четкими и шли вы к ним прямым путем. Я сегодня поздравляю юных, молодых и дерзких, а также всех тех, кто молод душой, у кого в груди бьется неравнодушное сердце, наполненное любовью к своим родным и близким и ко всем окружающим их людям. Я желаю вам всем здоровья, счастья, долголетия и мирного неба над головой. С праздником юность и молодость Кесногорска! Продолжил праздничный вечер диджей Петрович с исполнением своего музыкального сета. Приглашенные на праздник гости из Брянска подготовили яркую и запоминающуюся программу. Волонтеры из Брянского регионального общественного фонда реабилитации личности и восстановления общества «Любовь» провели акцию «Жизнь без наркотиков». А ребятами из молодежной редакции «Поколения нашего города» была подготовлена и проведена акция «Скажи здоровью да» под девизом «Меняем сигарету на конфету» молодежь предлагала всем желающим совершить подобный обмен и поучаствовать в конкурсе на лучший лозунг о здоровом образе жизни. Субтитры создавал DimaTorzok